Степаничев, который подозревается в совершении субтитров преступления, может скрыться от органов предварительного расследования суда, угрожая участникам уголовного судопроизводства, а не образом упрямить производство поделок. Выслушав следователь прокурора, поддержавший взаимодействие защитника и подозреваемого, просивших о применении воли мягкой меропресечений, проверив представленный материал, суд переходит к следующему. Представленный материал содержит достаточное обоснование наличия органов расследования обоснованных подозрений в совершении Степаничевого преступления и необходимости применения в отношении его меры пресечения. Вместе с тем, согласно части 1 ст. 108 УПК РФ, заключение по стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении обвиняемого и подозреваемого при невозможности применимой более мягкой меропресечения. Подозреваемый в отношении которого в отрицательных характеристике отсутствует к луны административной ответственности не привлекался и имеет постоянное место жительства. административно страдает заболеваниями, проживает в семье и трудоустроен. При таких обстоятельствах, учитывая также обстоятельства совершения денег, которым подозревает Степаничев, суд не считает обоснованного применения самой строгой меропресечения. Материал содержит достаточное обоснование наличия органов расследования подозрений в совершении заканчивого преступления. Суда представлены конкретно среди, указывающие на возможную причастность к преступлению этого лица, который на данной стадии, суд считает, достаточным в отношении Степаничева меропресечения в виде залога. При этом суд на основании части 6 статьи 105.1 УК РФ также возлагает на Степаничевы запреты. На основании изложенного указа статьями 106.105.1 УК РФ познавил избрать в отношении Степаничева Владимира Вячеславовичу меропресечения залога в размере 550 тысяч рублей, которые внести на депозитный счет Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области.